Привет, друзья! Сегодня представляю вашему вниманию пиво из рубрики «Прямо из Бельгии». И на этот раз от пивоварни Браурей Диауде Малдерей или как они еще себя называют Д.О.М. Пивоварня Диауде Малдерей была основана в 2011 году в городке Холлскамп. В Западной Фландрии. Джефф Пиренс – уникальный пивовар-самоучка, который доводит свои рецепты до совершенства. И сегодня каждые 10 недель являет миру новый сок пива. Он – один из основателей пивоварни Диауде Малдерей. Название переводится с нидерландского как «старая мельница». Все началось с небольшой пивоваренной установки. Было много экспериментов и наконец осенью 2012 года пивоварня Диауде Малдерей с гордостью представила свой первый сорт пива – «Контелаар». Причем в довольно сложном стиле аббатского квадрюпеля. Именно так он позиционируется на «Рейдбир» или «Белджиан Дарк Стронг Эля» по классификации BGCP. В сентябре 2015 года пивоварня открыла собственное заведение под названием «Эстаминетту Брауэри» в городе Изагем. И это своеобразный дегустационный зал их сортов пива. Здесь семь постоянных кранов и кроме того исключительная коллекция винтажных сортов пива. Там же весной 2016 года был установлен варочный порядок на 10 гекталитров. И далее завертелось и понеслось. Основными принципами пивоварни «Диауде Малдерей» стали гарантированное качество пива только из высококачественных ингредиентов, а все процессы выполняются в соответствии с традиционной технологией – без фильтрации и пастеризации, а также без использования химических или синтетических добавок. Кроме того, пивовары любят созревать свое пиво в дубовых бочках. Они говорят «Дуах профе лях и ните», что обозначает «Осмелились попробовать, научитесь наслаждаться». Свою пивоваренную установку они назвали «Френки», поскольку, как и «Франкенштейн», она состоит из бесчисленных деталей из других установок из нержавеющей стали. С «Френки» они производят, как я уже говорил, 10 гектолитров пива за варку, в то время как их два горизонтальных и шесть вертикальных ферментеров обеспечивают возможность следующих варок. Розник также производится на пивоварни. Сегодня у меня целых семь сортов пива из линейки «Пивоварник», а в этом видео попробуем три из них. И первым, конечно же, станет их первенец – «Квантелаа». «Квантелаа» – пиво, которое, как указано на сайте производителя, за исключением некоего конфетного сахара или конфет, даже соответствует рынке «Сгибот». Сорт не содержит никаких трав, пряностей или химических добавок. Здесь только купаж из пяти саладов и двух бельгийских сортов хмеля. Говорят, что обычно «Квантелаа» доступен только в емкости 0,75. Пивовары утверждают, что процесс старения и эволюция вкуса намного лучше в большой бутылке. Наверное, для меня сделали исключение в заливе его в 0,33. Содержание алкоголя в нем 8%, горечь – 24 единицы IBU. Начальный плод насуста бельгийцы традиционно не указывают, и похоже, что я начинаю к этому привыкать. В составе у него ячменный солод, пшеничный солод, хмель, дрожжи, вода и конфеты, либо конфетный сахар. Срок реализации – 3 года, бутылка емкости 0,33, темного стекла, крышка без логотипа, черного цвета, этикетка круговая, она уникальной резной формы, повторяющей щит из логотипа пивоварни. На фронтальной стороне некая печать с вензелем, название сорта, название пивоварни, ниже указание «наклонить перед использованием» и по кругу ингредиенты. Солод, вода, пшеница, дрожжи, конфеты и хмель. Слева знак, говорящий о том, что в пиве использованы исключительно бельгийские сорта хмеля. Еще один знак, предупреждающий о том, что пиво запрещено употреблять беременным женщинам. Дата производства и срок реализации, штрих-код. Далее указано, что пиво содержит глютен, любовь и страсть. Изготовлена по технологии вторичной ферментации в бутылке, нефильтрованная и не пастеризованная. Далее указаны основные характеристики сорта. С другой стороны, в общих счетах информация о составе, аромате и вкусовом балансе сорта, адрес и веб-сайт пивоварни, а также ее логотип. На котором два перекрестных ячменных колоса, шишка хмеля, начальные буквы из названия пивоварни, дата ее основания 2011 год и собственно все это заключено в своеобразный щит. Бокал пивоварни имеет свою уникальную форму и это традиционно для Бельгии. Давайте попробуем пиво. Пиво темно-коричневого цвета, бронзовое на просвет, с довольно активной карбонизацией, с высокой пенной шапкой разнородной структуры бежевого цвета. Она довольно быстро оседает, цветность этого сорта заявлена 155 ABC. Он очень темный, вот таким вот образом пиво выглядит в бокале. Давайте пробовать. Аромат сложный, солодовый, с карамельной основой, тонами сухофруктов. Здесь изюм, чернослив, сушеная вишня, возможно финики, корень солодки, ноты шоколада и кофе, ваниль, намеки на ликер. Вкус тоже достаточно сложный, с нотами жареных и карамельных солодов, сухофруктовые лакрицы, ореха и горького черного шоколада, пряные перечные ассоциации, на фоне легкие фруктовые эфиры, груши, яблоко, цедры апельсина, классическая бельгийская дрожжевая кислинка с намеками на банан, легкая, мягкая хмелевая горечь, травяного характера, выступает как бы в поддержке. Полное тело, мягкой гладкой консистенции, алкоголь хорошо вскрыт, но теплота его заметна, послевкусие длительное, солодовая жареная карамельная ореховая сладость, округленная легкой кислинкой медленно покидает рецепторы с горьковатым аккордом на финише. Резюмирую. Пивоварня не позиционирует данный сорт как квадрюпель, но это может быть обусловлено и тем обстоятельством, что до сих пор в пивном мире не принято окончательное решение считать ли квадрюпели самостоятельным стилем или относить их к бельгийским крепким темным элям. Мне кажется, что квадрюпель – это своего рода квинтэсценция стиля Belgian Dark Strong Ale в сегодняшней интерпретации. Представленный сорт можно отнести как первому, так и ко второму. Все свойственные стилю характеристики здесь присутствуют. А насколько он дотягивает до квинтэсценции, это уже субъективное восприятие каждого отдельно взятого ценителя пива, основанное на предыдущем опыте его дегустации аутентичных сортов. Так что обязательно попробуйте при возможности и определите для себя сами. Я рекомендую. Вообще существует такое мнение, что каждый сорт данного стиля оригинален по характеру и отражает уникальность каждой отдельно взятой пивоварни. Следующим продегустируем сорт Redenar. Так же как и при создании Quantelar здесь использовалась концепция разработки натурального и крафтового пива со сложносоставным ароматом и вкусом, где баланс был одним из самых важных факторов. В составе купажа шести саладов и уже трех сортов хмеля. Каких? Производитель умалчивает, но хмеля исключительно бельгийские. В общем стиль снова не позиционируется, поэтому возьму себе за правило в таких случаях не париться с его определением, ибо это дело неблагодарное. Просто опишу свои субъективные вкусовые ассоциации. Хотя где-то в интернете проскочила информация, что мы имеем дело с Belgian Blond Ellen. А пивовар сказал, что они его называют Golden Blond. Что ж, приступим. Содержание алкоголя в нем в 6,5%, горечь 37 единиц IBU, в составе ячменный солод, пшеничный солод, хмель, дрожжи и сахарный тростник. Срок реализации 3 года, бутылка емкостью 0.33, темного стекла, крышка без логотипа, золотого цвета. Этикетка круговая, она тоже в форме щита из логотипа пивоварни. На фронтальной стороне тоже некая печать с вензелем в виде переплетения каких-то драконов и факела. Название сорта Redenar, название пивоварни и аналогично как в предыдущем сорте по кругу ингредиенты. Солод, вода, пшеница, дрожжи и хмель. Боковые стороны этикетки отображают реквизиты, аналогичные предыдущему сорту. Только лишь уточняю вкусовые нюансы и характеристики данного сорта пива. Ну что ж, давайте продегустируем его. С карбонизацией здесь беда, придется ждать. Ну в общем будем пробовать как-то так, пена все никак не успокоится. Пиво светло-оранжевого цвета, туманное, с очень высокой неоднородной пенной шапкой, грязно-белого цвета. Она довольно стойкая, при оседании оставляет бельгийские кружева. Посмотрите как пиво выглядит в бокале и будем пробовать. Аромат довольно приятный, с солодовый, с тонами пшеницы и тостов белого хлеба. Медовой сладости, с яркими фруктовыми дрожжевыми эфирами, апельсиновой цедры, ананаса, персика, абрикоса и яблока. С некоторыми намеками на банан. Легкие, пряно-травяные и цветочные хмелевые ноты на фоне. Во вкусе сложная, но умеренная солодовая сладость. Компенсируется она довольно ощутимой хмелевой горящью, цветочно-травяного характера. Сорт очень умеренно сладкий, до полусухости. В основном вкусе раскрываются фруктовые ассоциации с цедрой апельсина или грейпфрута, ананаса и персика, мякотью банана. Здесь пряные перечные ноты, легкие намеки на карамель, тело среднеплотное, маслянистой текстуры. Алкоголь не явно, но принимает участие, компенсируя фруктово-пряную основу. Послевкусие довольно продолжительное, умеренно горькое, с утюгающими дрожжевыми фруктовыми фенолами и тонкой перечной пряностью. Легкая остаточная сладость неферментированных сахаров все же остается. Резюмирую, яркий фруктовый сорт, неплохо сбалансированный, умеренно сладкий и очень бельгийский. Возможно, он был бы еще более интересным при достаточной высушенности. Я сегодня игнорирую все принципы дегустации и представляю сорта с постепенным понижением содержания алкоголя. Следующий сорт называется Пенкер. Название происходит со следующей историей. Изоген издавна является городом суеты и обуви и, соответственно, городом сапожников. На протяжении многих веков это в крови всех жителей города. И пивовары свалили этот сорт пива в честь города Изоген. Они говорят приблизительно следующее. Мы свалили это пиво для этого города. За этот город мы поднимаем бокал пива и мы уже не трезвы в этом городе. Содержание алкоголем 5,9%, горечь 25 единиц IBU в составе вода, солод, хмель и дрожжи. Срок его реализации 2 года, бутылка емкостью 0,33, темного стекла, крышка черного цвета с логотипом пивоварни. Этикетка круговая, она в форме щита по мотивам логотипа пивоварни. На фронтальной стороне изображен сапожник и название сорта Пеккер. Боковые стороны этикетки отображают аналогичную предыдущим сортам пива информацию. Здесь же раскрыта история возникновения названия сорта. Пробуем. Свет она светло-желтого, туманного, с зеленоватым таким оттенком. Очень неактивная карбонизация, соответственно пенная шапка невысокая, белого цвета, разнородной структуры, но довольно устойчивая. Вот так это выглядит в бокале, давайте пробовать. Аромат здесь легкий, солодовый, с фруктовыми тонами цитрусовых, груши, абрикоса и крыжовника и дрожжевыми пряными нюансами. Вкус освежающий и легкий, довольно сухой. Здесь цедра грейпфрута, абрикос, груша, квашеное яблоко. Очень легкие пряные ноты с намеком на кориандр. Хмелевая горечь акцентирована и проявляется цветочными мотивами. Тело довольно легкое, очень питкое, алкоголь не выпирает. Послевкусие не очень продолжительное, оно такое фруктовое и уходящее в полную сухость. Резюмирую. Для бельгийца пиво с содержанием алкоголя 5,9% это ни о чем. Поэтому, наверное, данный сорт как бы пиво на каждый день. Питкий, простенький, блонд, без особых изысков. Но, наверное, он таким и задумывался. Пивоварня Де Малдерей и пивоварня Росейл объединили свои силы, чтобы сделать этот сорт пива самым распространенным в городе, для широкой публики, так сказать. Джефф Пиринс из Диао Де Малдерей отвечает за производство, а Евросейл отвечает за его распространение. Ну, что сказать. Хорошая задумка и неплохое пиво на каждый день. Представленные сорта попали ко мне на дегустацию благодаря проекту Белбиртур, ссылки на который, а также на сегодняшнюю пивоварню, я традиционно выложу внизу под видео. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте перепосты, будет интересно. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok